МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. Смотрите сегодня. Мозговой штурм. Перспективы развития экономики в Рио главы Республики Олег Николаев обсудил с предпринимателями. На прием через интернет. С 1 марта электронная запись к врачу будет доступна только на портале госуслуг. Золотая профилактика. Некоторые аптеки поднимают цены на защитные маски. Новые проекты в образовании Чуваши с федеральной поддержкой. Совместные планы сегодня обсудили в Рио глава Республики Олег Николаев и депутат Госдумы России Алена Аршинова. Алена Игоревна входит в Комитет Госдумы по образованию и науке и курирует эту деятельность в партии «Единая Россия». Нам всем важно очень четко взаимодействовать. Мы планируем в этот процесс активно вовлекать всех представителей Республики и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Соответствующие контакты уже начались. Мы с вами сделали очень многое на площадке Государственной Думы совместно для того, чтобы укрепить сферу образования и влить большое количество федеральных денег. Эти федеральные средства расходятся в регионы большим количеством, и Чувашская Республика не исключение. Более того, Чувашская Республика по ряду показателей лидирует, особенно по части детских садов. Чтобы федеральных средств стало больше, надо детально прорабатывать проекты на местном уровне. На это и будет направлена дальнейшая совместная работа. Во вновь формируемом правительстве Республики новые отставки и назначения. Указом в Рио главы Чувашии освобожден от должности председатель правительства Иван Моторин. Олег Николаев назначил его вице-премьером, министром экономического развития и имущественных отношений Чувашии. Исполнение обязанностей председателя Кабинета министров Республики Олег Николаев возложил на себя. Строительство самой большой школы в Республике выходит на финишную прямую. Образовательное учреждение на 1600 мест в столичном микрорайоне «Новый город» откроется к сентябрю. Ход работ на важном социальном объекте проинспектировал временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. В новом столичном микрорайоне проживают в основном молодые семьи. Так что количество детей, более 900, никого не удивляет. Открытие своей школы позволит разгрузить близлежащие и даже ликвидировать в некоторых вторую смену. Коробка уже готова, есть оконные блоки, идет прокладка внутренних инженерных сетей и отделка. Школа состоит из четырех блоков. В первом будут учиться начальные классы, в третьем среднее и старшее звено. Во втором блоке расположатся гардеробная, медицинские кабинеты, актовый зал, театральные студии, центр информации, кружки, столовая, буфет. В четвертом спортзал и два бассейна. На строительство школы направлено 950 миллионов рублей. Работы выполняет компания «Старатель». Главная задача, чтобы это была комфортная, удобная школа и оснащенная по всем современным стандартам образовательного процесса. То есть это компьютерные классы, возможности творчества, ну и иных аспектов получения как основного, так и дополнительного образования. Вокруг школы появится масштабная спортивная зона, футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейная, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка, полоса препятствий. Строительство ведется в соответствии с намеченными сроками. Есть вопросы, которые мы сейчас должны обсудить с точки зрения улучшения, скажем, улучшения отдельных моментов обеспечения школы, в том числе инфраструктурных объектов, ну в частности стадиона. И вот эти случаи, если мы договоримся с коллегами, что внесем такого рода изменения, у нас возможно на некоторое время срок продлиться. Но эти сроки, которые продлятся, они уложатся в лето, и 1 сентября в любом случае школа будет функционировать. Запись в первые классы на новый учебный год началась в конце января, и в школе в новом городе уже набрали 17 первых классов. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика. Новое лекарство от очередей. С 1 марта записаться к врачу через интернет можно будет только на портале госуслуг. Пациенту при этом нужно иметь учетную запись, подтвержденную в многофункциональном центре. О переходе на новую платформу Рифат Фадкулин. Современные технологии, которые легко заменяют картотеки в регистратурах поликлиник, для жителей республики не новинка, а обычное явление уже на протяжении нескольких лет. Но привычный для всех сайт recmedcap.ru закроется уже менее чем через месяц. Его заменит новая система. Основное новшество для наших пациентов это то, что они теперь могут записываться к врачу только через портал госуслуг. Оставляем только пока запись к врачам на платный прием через старый ресурс. Все процессы записи к врачам на прием через регистратуру, через колл-центр, они не изменяются, они также остаются. Можно записаться самому, а можно записать другого человека. Достаточно просто ввести номер полиса, выбрать удобное время приема и врача. Вы видите подразделение той медицинской организации, к которой вы прикреплены. То есть прежде всего это ваш участковый врач. Видите это расписание вашего врача. Также по стандартам записи на прием к врачу у нас возможна запись, прямая запись к таким специалистам, как терапия, педиатрия, общеврачебная практика, хирургия, детская хирургия, отоларинголог, неврология, офтальмолог, стоматолог, стоматолог-терапевт, детский стоматолог, урология и отушествия гинекологии. Сама регистрация на едином портале государственных услуг занимает несколько минут. Нужны паспорт и снился. Все личные данные пациента останутся закрытыми. Преимущества платформы очевидны. Быстрая загрузка контента, простой интерфейс и, конечно же, экономия времени и сил как пациентов, так и регистраторов. Рифат Фадкулин, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов, Республика. Со всей Республики поступают сигналы о том, что маски в аптеках либо сильно подорожали, либо пропали вообще. В рейд отправились активисты народного контроля и с ними наши коллеги. Комплект из трех медицинских масок за 60 рублей купила жительница Новочебоксарска. Причем приобрести маски можно было только в комплекте. Штучно продать товар в аптеке отказались. Об этом женщина рассказала на своей страничке в соцсети. В то время, как военно-космические силы России бороздят просторы Китая, вывозя наших соотечественников с территорий, захваченных коронавирусом, а руководство страны прикладывает максимум усилий по защите граждан от этой опасности, в это же самое время Новочебоксарская аптека зарабатывает свою тысячу процентов на обычных медицинских масках. Комплект из трех штук только в комплекте. Продают за 60 рублей. И это когда коронавирус еще за тысячи километров от нас. А в городских больницах введен масочный режим. Интересно, насколько взвинтят цены, если новый вирус доберется до нас? И кто следит за ценообразованием на копеечные, но такие важные средства защиты? Президент страны заявил о необходимости отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на защитные маски из-за коронавируса. По словам вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой, некоторые аптеки уже взвинтили цены. Причем кое-где в сто раз. Как обстоят дела в столице Чувашии, отправились выяснять члены общественной организации «Народный контроль». Везде задавали один и тот же вопрос. Есть ли в аптеках маски и какая у них стоимость? Маск, к сожалению, нет. Закончились. Был ажиотаж на маске. Разобрали, брали по 50, по 40 штук. Цена была 4 рубля. И поэтому у нас прям разобрали полностью. Хотели закупить. Поставщиков нет, к сожалению. И вот то, что у нас сейчас масок нет, мы всем рекомендуем. Аксалиновую мазь, противовирусные средства. 50 рублей стоит. В другой аптеке города ситуация иная. В вашей аптеке маски есть? Да, есть. Покажите нам. Очень рады. 26 рублей 3 штуки стоит. Проверяющие интересовались и наличием препаратов, которые должны быть в аптеке по постановлению правительства страны. В том числе интерферон-бета, рибавирин, лапинавир. Их члены народного контроля тоже искали в аптеках. Одна из покупательниц случайно услышала разговор. Маргарита Гордеева – бывший врач-инфекционист с 30-летним стажем. И по ее словам, таких лекарств в общем доступе быть и не должно. Это препараты, которые назначаются только с целью лечения, но не для профилактики. А такие больные будут находиться только в стационаре. И требовать вот от этих аптек в розничной цене их не должно быть. Как бы там ни было, ни в одной аптеке этих препаратов общественники так и не нашли. Теперь итоги мониторинга и свои замечания народный контроль направит в Роспотребнадзор, наш Минздрав и в Москву. Остается надеяться, что в самое ближайшее время меры будут приняты и все необходимое появится на прилавках и по доступной цене. Юлия Важенина, Владимир Синдеев, Республика. Придать динамику развитию экономики, запустить проект лидера Чувашии и переместить аэропорт. Такие идеи и пожелания высказали участники общественной организации Ассоциации выпускников президентской программы «Развитие» на встрече с временно исполняющим обязанности главы республики Олегом Николаевым. Более тысячи управленцев появились в республике благодаря президентской программе подготовки кадров. Как правило, все они свободно мыслящие, самостоятельные, умеющие принимать решения и готовые к новациям. Моя задача простая. Сейчас сделать все, чтобы все те люди, которым не все равно, что будет завтра в нашей Чувашии, те, которые имеют опыт организации бизнеса, предпринимательства, включились в этот процесс. Речь идет о развитии экономики Чувашии. Цель – помочь начинающим предпринимателям преодолеть страх и открыть свой бизнес. В ближайшее время в республике появится Высший экономический совет. В числе его задач как раз и будет помощь в развитии местного бизнеса. «Большинство всех нас, кто здесь собрался, это предприниматели, это руководители. И у каждого есть проекты, проекты из разных сфер. То, чего сегодня на самом деле не хватает, не хватает хороших, прорывных проектов. И вот в этом направлении тоже нужно активизировать нам работу». К сожалению, не только в Чувашии, но и в России в целом многие удачные проекты упираются в чиновничье равнодушие и административные барьеры. «Мы постоянно в своей деятельности имеем опыт обращения к каким-то структурам государственным. И вот я могу сказать на примере нашей компании, что ни одно маломальское обращение за последние годы, которое мы писали в органы власти, не решилось положительно». Участники совещания, почувствовав искреннюю заинтересованность, высказывали и очень смелые предложения. Например, индивидуальный предприниматель Сергей Чекушкин предлагает перенести аэропорт. «По этой перспективе, мне кажется, стоит рассмотреть все-таки о переносе аэропорта, причем с точки зрения бизнеса, наверное, даже не в Чувашии, а куда-нибудь, как такой вариант, мы тут с экспертами обсуждали, например, в Мариевскую республику. Для создания, да, для строительства международного, объединенного между Чебоксарами, но у Чебоксарскими, и Шкаралы, хорошего аэропорта на листой территории Мариев, где хватает, хватает достаточно земли». Эта рекомендация вызвала немало споров. Впрочем, многие интересные идеи поначалу бывают отвергнуты современниками. Как знать, может это как раз тот случай. Все высказанные предложения еще раз смотрят и проанализируют. Кроме того, Олег Николаев и Анатолий Еруткин обсудили задачи Ассоциации выпускников программы подготовки управленческих кадров. Говорили и о новом проекте по обучению молодежи основам предпринимательства. Готовность предпринимателей к действиям не пустые слова. Многие активно включились в реализацию нацпроектов. В частности, используют возможности, которые дает программа импортозамещения. В Ибресенском районе весной этого года планируется открытие цеха по производству сыра. Сейчас завершается подготовка помещений и завозится оборудование. А часть технологической цепочки уже действует и успешно. Это помещение для приема сырой продукции. Его построили в 2019 году. Мощность около 200 тонн в сутки. Этого количества вполне достаточно, чтобы созрела идея наладить производство сыра. Каркас собран. Оборудование на 75% завезено. Сейчас планируем в апреле делать пусконаладочные работы и, в принципе, запускать сырный цех. Молочный завод начал работу в 2013 году на площадях консервного цеха колхоза «Красный партизан» в селе Новая Чурашево. В 2015 появился новый цех по производству сливочного масла. Мощностью 10-12 тонн. А в 2017-м из молока начали делать порошок. Процесс трудоемкий. Чтобы из жидкости сделать сухой обезжиренный состав, молоку придется хорошенько попариться. В прямом смысле слова. Первичное выпарение влаги происходит. На вакуумопарных установках. Наш цех перерабатывает порядка 100 тонн обезжиренного молока. То есть, на что рассчитано наше оборудование. Это практически полная сила. Готовая продукция может храниться до 12 месяцев. Его используют в кондитерском деле для производства детского питания сыра. Сухое или натуральное прежде всего важен состав молока. Содержание белков, жиров. Для того, чтобы обезвредить бактерии, сохраняя полезные свойства, с прошлого года применяют новое оборудование. Бактофуга не только ускоряет, но и облегчает работу. Лаборант определяет массовую долю влаги в сухом обезжиренном молоке. Именно по этому показателю определяется его степень готовности. Готовое молоко доставляют в Челябинск, Екатеринбург, Москву и другие регионы страны. Сейчас на производстве трудится 98 человек. Запуском сырной линии появится еще пять десятков рабочих мест. В планах на этот год строительство очистных сооружений, которые позволят новому производству без вреда для природы работать в полную мощь. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. В преддверии 75-летия Великой Победы ветеранов войны по всей стране награждают юбилейными медалями. В Чебоксарах в числе первых ее вручили Идрису Вахатовичу Файзулину. В гостях у ветерана побывала наша съемочная группа. Идрис Фахатович по жизни энергичный и очень творческий человек. Возраст ему не помеха. Рассказывает, что на фронт попал совсем мальчишкой. Прошел ускоренное обучение на стрелка-радиста и сразу в бой. Точнее, в небо. На его счету 52 боевых вылета на легендарном Ил-2. Я от природы, что ли. Я не боялся летать. Пилоты с удовольствием меня брали на полет. Вот, говорит, татарчанок у меня хороший, говорит, хвалили. Кто сказал, что надо бросить песню на войне, цитирует нам ветеран Слава из своего любимого фильма «В бой идут одни старики». Очень уж похоже поющая эскадрилья на его родной полк. Сядка рядом, что-то мне не спится. Вчера в бою я друга потерял. Идрис Фахатович говорит, что музыка всегда присутствует в его жизни. И неважно, каким делом приходилось ему заниматься. На фронте однополчане научили его нотной грамоте. Сегодня он почти не слышит и очень плохо видит. Но, как и много лет назад, пальцы все так же резво бегут по струнам мандолины. Сегодня в Чешкосинской школе Чебоксарского района состоялось открытое первенство по юноармейскому триборью. Так сражаются настоящие мужчины. Хотя бой показательный, но в глазах школьников выглядит это весьма впечатляюще. Они хотели бы также владеть навыками рукопашного боя. А сегодня 12 команд из кадетских лицеев района уже готовы показать, чему научились. Одним из этапов соревнований является неполная разборка сборки автомата. Сейчас я вам это продемонстрирую. Без определенной подготовки это тяжело. В этом виде соревнований уже есть свои лидеры. Когда я был маленький, я видел, как мой старший брат, мой двоюродный брат, они занимались этим делом. Видел, как они быстро разбирают, собирают, какие они были ловкие. Я себе поставил цель. Я вырасту и брата смогу победить. И вот я в восьмом классе я в восьмом классе уже смог его победить. В восьмом классе у него рекорд был 27 секунд, а у меня 26 секунд. Кадеты продемонстрировали неплохую физическую подготовку, умение заряжать оружие патронами, а еще показали знания воинских уставов и знаков различия. Участие в соревнованиях девушек уже никого не удивляет. Мне эти соревнования очень нравятся, очень интересные. собирать там, например, собирать магазин, разбирать, собирать автомат Калашникова, погону раскладывать, узлы вязать. Такие встречи – уникальная возможность поговорить с бойцами спецназа, узнать специфику их работы, услышать из первых уст, что такое служба в армии. Они тоже являются у нас будущие, так скажем, защитники Отечества, чтобы они были готовы в любой момент, в любое время защитить наше Отечество. Занимались спортом и самое главное, чтобы они знали нашу историю. По итогам соревнований в командном первенстве первые места заняли ученики Янгильзинской и Черешкосинской школ. Александр Соловьев, Валерий Резюков, Республика. В предстоящие воскресенье 9 февраля на центральном стадионе Олимпийский в столице Чувашии пройдет день зимних видов спорта. Это один из новых праздников. Появился он после 22-х зимних олимпийских и 11-х пар олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году. На стадионе Олимпийский в Чебоксарах в этот день пройдет массовый забег на коньках, а также показательное выступление фигуристов. В программе спортивного праздника мастер-классы и встречи с ведущими спортсменами. Праздник завершится дискотекой на льду. Начало мероприятий в 10 утра. Таковы главные новости к этому часу. Хороших вам выходных. До свидания.